привет всем хочу рассказать из чего состоит машина него 5 основные механизмы машины остов вот этот вот остов машины рельса задняя и передняя на ней уходит каретка вот у нас каретка рычаги а рычаг бы если рычаг ставим на треугольник это каретка работает будет вязать если рычаг ставим на 0 на кругляшок каретка не будет вязать также на рычаге бы если на треугольник вяжет на 0 не вяжет как иглы стоят вот это вот заднее нерабочее положение у игл вот это рабочее положение игл это переднее нерабочее положение это среднее нерабочее положение игл что еще рассказать так вот игла это у нее пяточки игл называются это язычки у нас игл они открыты вот так открываются так они закрытом виде каретка крепится у нас к рельсам что обеспечивает ход карет так вот это у нас получается регулятор плотности вязания до этого я видеоролики рассказывала что плавно включается у нас рычаг ниточки подбираем какие как сказать и тонкие толстые средние толстые машины сильно она 5 класса она не берет средняя она хорошо вяжет тоненький тем более любит что еще рассказать это вот пластмассовые блоки у нас идут вот это вот это пластмассовые блоки но кто только начинает вязать я вот например на машине видите вот это цифры на машине вот это у нас середка машины получается вправо вот по 10 отмечено чтобы легче считать и влево по 10 от 0 идет легче считать высчитывать машину укрепить надо крепко к столу или это к рабочему месту чтобы каретка бывает туго идет из-за ниточек крепим ее для те по технике безопасности крепко чтобы она не двигалась никак не сорвалась а со стола это вот у нас нити натяжитель такой здесь можно делать слабо же это самое ту же ниточку что еще ниточку кто как крепить можно к первой игле начало вязания ее прикрепить сделать петельку а потом ставить вот так вот в каретку можно ее к столу прикрепить можно крепление прикрепить под столом что еще каретка у нас снимается рычажками вот так старается каретка можно просто сначала было кто не умеет сначала так вставляешь в пазы рельсов что еще рассказать вам давайте первый ряду я показывала как вязать набор игл набор первого ряда могу показать так можно выдвинуть нужное количество иголочек так вот сделать чтобы закрытые петли были если мы как я первый раз в первом случае показывала это у нас открытые петли когда через одну иголочку выдвигаешь я вам показывала в том видео через одну выдвигаешь провязываешь каретка и потом ставишь все на место и идешь назад каретку это получается открытые петли они могут распускаться так вот можно сделать обвитие набрать вообще-то это надо сделать так вот первой петелькой одеваем на иголочку с противоположной стороны стороны от каретки и на чего начинаем обвивать вот так вот не туго потому что первый ряд может каретка не взять это будут закрытые петли так на руки мои не обращаю внимание потому что сейчас у нас сезон такое все в теплицах с помидорами то по сынкуем то листья прорежем и потом так очень тяжело ручки наши отмыть я плохо вижу так вот когда пить и оббитыми об этом набором делаем набираем петельки до второй ряд лучше вручную провязать как и это а третий ряд уже каретку ставим на нужную плотность но это я так делаю потому что привыкла уже так каретку ставим на нужную плотность и провязываем здесь у нас тоненькая ниточка шелковая она вяжет машинка хорошо и нравится вот так вот теперь можно провязать вручную ну понятно да вот так вот провязываем вручную каретку снимаем вставляем закрываем и начинаем вязать не забываем про рычаги вяжем и на рычагах бы все время ставим треугольник этот отключаем тут отключена это тоже это у нас будет вязать каретка это мы когда делаем накиды через делаем набросы например это отключена включаем провязываем и опять отключаем это уже у нас для узоров спасибо за внимание всего доброго это был у нас первый урок